Ролики будем ждать? Да. Спасибо большое. Давай-давай, сюда. Так, Саш, начинай. А что сказать? Да нет, Саша сейчас скажет. Друзья, мы, как видите, ведем свой эфир из ночного Сочи. У нас в компании появилось двое молодых ребят. Ребят, как вас зовут? Представьтесь. Анзор Мурат. Вы коренные сочинцы? Нет. Приехали. Я только приехал. Супер. Как вам вообще? Как вам город Сочи? Как вам курортный город Сочи? Сочи просто по кайфу. Сочи, не знаю, как город, офигенный. Новая волна. Новая волна вообще бешеная. Мы там вчера были, очень понравилось. Пипец, как нравится вообще. Пожелания своим друзьям передаем всем из Кабардины и Болгарии. Большое желание. Спасибо, ребята, за колорит. Спасибо вам, пацаны. Спасибо. Спасибо вам, пацаны. Спасибо. Сочи, что это за свою работу. Очень крутой праздник, настоящий фестиваль. У нас в одной из передач гостья сказали, что Сочи – это город-фестиваль. И как… Бывает и такое у нас в передаче. Хорошо, хоть звук не выключился. Ну что, свет-то можно было бы зарядить, наверное, да? Чего мы с тобой не зарядили? Давай, ладно, перейдем. Пошли посветлее найдем дальше. Продолжим, друзья, немного в темноте. Разрядился у нас аккумулятор у светильника. Но это не помешает нам рассказать вам о том, какой крутой фестиваль и какой крутой конкурс сделал Игорь Яковлевич Крутой со своей командой. Да, мы с самого утра волновались, переживали. А вот девушки хотят тоже привет передать. Нет, и наоборот не хотят. С чего начать-то я уже забыл тебе? Все началось с того… Все началось с того, что мы пришли на репетицию. Что там? Там же ничего не было. А ты поспал? Можно это не говорить. В смысле? Инстаграм что-то выложил? Так что все уже знают, не отмаешься. Ну что, мы не будем скрывать, что этого дня ждали многие Диерс. Почему? Потому что вновь можно было увидеть Димаша Кутербергена, там вновь можно было увидеть премьеру песни. Но мы будем рассказать вам все по порядку. Почему? Потому что мы начали трансляцию за полчаса до начала концерта, специально пришли заранее к Нью-Вэй Холл, показали вам локации, зоны, где можно было фотографироваться. Все это очень трудозатратно, и организаторы постарались на славу. Даже, вы представляете, настолько все продумали, что организовали место для сна для Александра Карельского. Было такое, не спорю. Я решил немножечко взбодриться перед новой волной. Ты знаешь, Перекур мне помог. Но самое главное, Вань, мы сделали доброе дело, мы осчастливили одну Диер, которой вручили билет на новую волну. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Я просто счастлива. Это просто... У меня для вас подарок небольшой. Я его, правда, сама сшила. Наш любимый Димаш на сумочке для канала Олга Питер. Класс! Класс! Спасибо вам большое. Дайте еще покажу. Шикарно. Хотя на трансляции, я проводил трансляцию из студии, были и те, кто ругался, что почему это Саша всегда ходит на концерт, а вот Ваню... Ваня почему-то должен находиться в студии. Именно поэтому, друзья... В какой-то момент ты все бросил. В какой-то момент я все бросил, предупредил вас, что за вами будет теперь наблюдать Миша и Хамзя. Они прекрасно справились, за это им большое спасибо. Но я направился на красную дорожку. И направился не просто так, а направился для того, чтобы заснять для вас великолепные, шикарные материалы, которые, кстати, уже вы можете посмотреть на Эхо Питера. Ну и сейчас я покажу, наверное... А что я покажу? Пару фрагментов? Ну да, пара фрагментов, да. И действительно, пока Ваня расслаблялся на красной дорожке, общался со звездами, брал у них интервью, я сидел в зале и сидел максимально неподвижно, чтобы не дрожала камера, чтобы вам все было видно. Места у меня были, скажем так, не самые удачные. Но, как мне показалось, мне было удобно выйти, чтобы ринуться на сцену. И что самое интересное, Ваня, когда я сел на место, через два места сидела Диер. И я сел, она меня узнала и говорит, что я специально приехала с Алтайского края для того, чтобы вручить этот букет Димашу Кудобергену. И она говорит о том, что впервые она была на концерте, на живом концерте. Для нее это было очень волнительно. И вы наверняка видели ее на стриме. Саша, я могу сказать, что она смотрела на стриме очень много зрителей. В этот раз мы решили попробовать сохранить трансляцию, потому что там было очень много интересных гостей. Мы познакомились с конкурсантами, сделали селфи с конкурсантами, пообщались с разными большими артистами. В общем, это было круто. И ты представляешь, я видел Буинова. Александра? Да. Как он? Он в порядке. Он, кстати, сказал, что у него очень дорогой классный костюм. Он сказал, что смотрит наш канал, но это, к сожалению, записать не удалось. А по-моему, он сказал, что ты журналист в России один. Может быть. Но самое интересное, что мне удалось Сашу Реву поймать. Я хотел его подговорить. Говорю, Саша, давай мы ее разыграем. Ты такой подойдешь и скажешь, о, Ваня, Алга, Петербург. Смотрю вас. Смотрю ваш канал, постоянно ставлю лайки, пишу комментарии. Но он сказал, что не сейчас. Он сказал, что хотя бы про Димаша Бараслов. И он говорит, да, Димаш красавчик. Димаш крутой очень. Ну и, конечно, нужно обязательно сказать слова восхищения и благодарности Александру Ревзину за проделанную работу. Потому что смотреть на красивую сцену, смотреть на артистов было очень интересно и захватывающе. Настолько динамично все классно придумано, что фестиваль, в принципе, точнее, завершающий день пролетел на одном дыхании. И несмотря на то, что программа была очень плотная и насыщенная. Но, скажу, был такой момент, когда все уже начали теребить что-то в руках. Думали, а когда Димаш? А когда Димаш? Это было видно и заметно. И в какой-то момент Димаш появился на сцене в потрясающем образе. Мне, знаешь, хочется сказать несколько комплиментов дизайнеру одежды, стилисту, который одевает Димаша. Потому что каждый его образ, который он представлял на красной дорожке, был просто шик, блеск, красота. Ну, Саша, одежда, конечно, круто, имидж, имидж все. Точнее, нет, жажда все... А, да. Имидж ничто, жажда все. Имидж все, жажда ничто. Вот так вот. Но самое главное, конечно, это песня. Пока ты прохлаждался, сидя и развлекаясь там, наслаждаясь музыкальным произведением, я находился на лестнице, вон там вот в углу стоял. Но я сумел обратить внимание, что произошло, когда начал петь Димаш. Полная тишина, все люди, которые смотрели вот просто вокруг, они, не знаю, их просто примагнитило к сцене. И они все с открытыми ртами. Я несколько кадров сделал, друзья. На Эхо Питера, кстати, тоже можете посмотреть эту реакцию. Несколько кадров сделал. Там был просто какой-то ступор, все были в шоке. Это, я даже не знаю, как назвать, это какой-то космос был. Да, был действительно. А еще я видел, на красной дорожке я встретился с Фабио, с нашей подругой Деницей тоже ее видел, с Мецо с пацанами поговорил. И они как раз находились рядом. Я видел, как Деница пошла смотреть выступления Димаша. К сожалению, я не успел с ней поговорить насчет этого. Я думаю, что может быть будет сегодня у нас, ну точнее завтра шанс. Для Деницы это вообще фестиваль Новая волна стал настоящим праздником. Мало того, что она заняла второе место, так она еще получила приз от своего любимчика, от человека, которым она восхищается. И об этом она рассказала нам в интервью. Кто не видел, вот по этой ссылке можно будет посмотреть. Саша, а значит ли это то, что кто к нам приходит на интервью... А это уже было доказано не раз. А это было уже доказано. Мы получается, что... Нет, знаешь, как я скажу, это не мы, фартовые. Это фартовые наши друзья, которые... Приносят удачу, да? Обеспечивают не только огромное количество просмотров вот самым разным людям, которые приходят к нам в гости, но еще и заряжают их большой удачей, потому что коллективный разум, коллективные добрые, хорошие эмоции, они помогают этим людям выходить на какой-то новый этап в жизни. И вот я уверен, что у Деницы сейчас после знакомства с Димашем, когда он вручил ей приз прямо на сцене, я думаю, что, во-первых, одна часть, наверное, мечты ее сбылась, а во-вторых, я думаю, что для нее это будет новым этапом. Ей всего 19 лет и, возможно, следующий шаг уже будет очень серьезным. Ну и, конечно, надо обязательно все-таки... Я подтверждаю твои слова. В зале была ровно такая же реакция. Два человека на сцене, Игорь Крутой, Димаш Кудайберген и Рояль сделали фантастическую вещь. Вот, казалось бы, что еще нужно? Профессионализм. Ну и, ты знаешь, мне кажется, это даже была не песня, это был какой-то фонтан эмоций, который напитал людей просто фантастическими эмоциями. Люди смотрели, открыв глаза, и даже не знали, куда смотреть, то ли на телефон, где они снимают, то ли на то, что происходит на сцене, потому что зрелище было завораживающее. Это была магия музыки, была магия света, магия атмосферы. И вы видели, что происходило после, Вань. Я столько цветов не видел. Я не видел столько восторженных фанатов ни у одного артиста. И это, конечно, просто фантастика. Это нужно видеть, друзья, живьем и испытать эти чувства, когда ты вместе со всеми, вместе с Дирой бежишь к этой сцене. Люди вот так вот поднимают эти букеты. Димаш улыбается, он понимает, что не сможет унести все это кипы цветов. И такие эмоции, мне кажется, именно за этими эмоциями люди ездят за Димашем по всему миру. Ну, вот кадры, я думаю, говорят сами за себя. Браво! 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 Димаш на венге! Браво! И я не буду думать! А, Саша, мы просто забыли сказать. Мы же вместе со всеми, кто смотрел нашу трансляцию, смогли проводить Димаша. Да. Достойно, красиво могли проводить Димаша с красной ковровой дорожки. И я думаю, что это тоже незабываемое впечатление. Поэтому я считаю, что фестиваль «Новая волна» не только удался, но он был напитан какой-то атмосферой любви, радости, счастья. И вот то, что так красиво получилось проводить Димаша, я считаю, это тоже заслуга всех нас, что мы вместе это сделали. Поэтому, друзья, я считаю, что совместными усилиями нам удалось осветить и показать фестиваль «Новая волна-2021» наилучшим образом. Счастливого и доброго! Приезжайте сюда! А кто садится? Все, девчонки хотят, да? Потому что столько цветов не увезти ни одному мини-вену. Что скажешь? Ну что, классно? Человек вышел. Ну, друзья, и, конечно, после завершения «Новой волны» ждите от нас серию великолепных репортажей. Уже несколько серий дневника «Новой волны», дневника «Новой казахской волны». Они уже готовы, и поэтому мы будем их постоянно, постепенно вам показывать. Так что... Вы сможете пережить весь этот каскад эмоций вновь. Ну, а на этом все, да? Пойдем. Пойдем. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все!